Приветствую вас! Я думаю, ключевым словом в вашем письме является идеал мужчины, который, собственно говоря, мешает вам построить нормальные, полноценные, равноправные отношения к мужчинам. Значит, идеал мужчины, он формируется у вас на каком-то основании. И если этот идеал у вас идет из детства, то тогда мы имеем дело с внутренним мужчиной. Внутреннему мужчину, конечно же, нужно хорошо понимать, понимать, что это именно идеал, это не какой-то реальный человек. И либо вы следуете этому идеалу и ищете его, стремитесь искать, либо нет. Тут уже нужно разбираться. Если идеал идет не из детства, а, допустим, формируется в результате, скажем, каких-то отношений, например, первых в жизни, то тогда... Кстати говоря, логично, что те с вами отношения у вас закончились, но раз идеал мужчины остался, значит, вы не до конца перешили свои отношения, не до конца опустили их, и с ними нужно работать. То есть, их нужно все-таки допережить, выразить, возможно, ваши эмоции, ваши переживания, и тем самым перестать сравнивать мужчин с мужчин. То есть, по сути, вы сейчас видите всех окружающих мужчин в контексте вашего идеала, и вы сравниваете их с ним. Это мнение, это всегда эгоцентрическая позиция. То есть, либо мужчина соответствует вашему идеалу, и он с вами, либо он не соответствует, и вы с ним не желаете быть. Проблема заключается в том, что идеал, как таковой, это идеал во всех смыслах. То есть, ваш идеал мужчины, это некое собирательное понятие, которое вы сами себе, сами для себя, точнее, считаете наиболее подходящим для вас. Но при этом в жизни мало того, что такого не бывает, так еще и у этого идеала всегда есть темная сторона, потому что идеальных людей не бывает, в принципе, вообще. И тогда возникает вопрос, а готовы ли вы принимать негативные черты человека? Готовы ли вы принимать вообще человека таким, какой он есть? Если да, то тогда идеал вам не нужен, потому что двигаться нужно от другого. А вот если не готовы, то нужно тогда разбираться с этим идеалом и стараться его устранить, потому что он будет вам мешать. Очень сильно, пожитный. Теперь, что касается того, что вы готовы принять человека таким, как он есть, тут необходимо сделать следующее. Если вы живете в ожидании любви, и, наверное, с этого следовало бы начать, но я подумал, что грамотный будет сказать то, что уже было сказано. Значит, поскольку вы живете в ожидании любви, то вам эта любовь нужна. То есть вы в ней нуждаетесь. Вы знаете, любовь сама по себе приходит тогда, когда ее меньше всего ждет. И она приходит к тем, кто стремится к чему-то, кто личностно развивается, кто расширается вокруг глазу, кто реализует себя, познает нового. Вы же любовь воспринимаете как средство. Средство к реализации своих потребностей. И вот этот момент нужно проработать отдельно. Любовь не является средством. Любовь сама цель. Любовь это цель в себе. А если вы ожидаете любви для того, чтобы какие-то свои желания реализовать, то простите, вряд ли у вас что-то получится, потому что связывать свои желания. Не касающиеся потребностей, допустим, ваших потребностей как женщины в узком смысле с человеком, это значит поставить их в зависимость от него. А поскольку человек сам по себе может быть уникальным, то есть вы вначале увидели его в одной простасе, да, в одном образе, а потом в другом, то и ваши желания, соответственно, также колеблются. И их выполнение, их реализация ставится под очень большой вопрос. И потому нужно отделить потребности в ожидании любви, почему вы ждете любовь, почему вы так хотите влюбиться, что вам нужно. Возможно, у вас ощущения неполноценные. Возможно, вы считаете, что хуже других, если не любите. Возможно, вам хочется построить семью, но опять-таки для чего семью? Чтобы найти определенное место в жизни, чтобы начать играть роль. Чтобы как-то стать полнее и так далее. Но все это у вас, у вас для отношений полноправных, для отношений взаимных, у вас все это уже имеется. А если этого нет, то и равное положение в отношениях занятое вы не сможете. Потому что, простите, вы зависимы от реализации потребностей. И ни о каком счастье тогда лично быть не идет. Лично не идет. Значит, что нужно сделать? Во-первых, отделить вот те желания, потребности, которые вы вкладываете в любовь, от чисто потребностей женщины, вас как женщины, в узком смысле. То есть, это потребность мужского внимания, это потребность в удовлетворении своих физических желаний и прочее. И все, что не касается узко-смысловых потребностей, реализовать по максимуму. Чтобы вы чувствовали уверенность в себе, чтобы вы чувствовали свое достоинство, свою привлекательность, свою востребованность. Чтобы вы несли себя с достоинством, гордо, так, чтобы мужчины смотрели на вас и восхищались. А это невозможно без ожидания любви. Потому что, ожидая любовь, влюбляясь в мужчин, соответственно, либо бегая, либо переживая по ним, вы снижаете, к сожалению, свою ценность, как женщины, в их глаза. И второй момент, не менее важный. Это отход от идеала. Потому что идеал, это стремление, по сути, ну, бесконечно. Идеал, это здорово. Но нужно понимать, что идеал недоступен. Стремиться к нему нужно, а вот до снижего нельзя. То есть, нужно понимать, что отношение есть процесс. И что вы сами, человека, можете при грамотном отношении сделать наиболее приближенным к вашему идеалу. Если, конечно, захотите главное, лишь только терпение, время и стремление. Третье нужно понять, вам для успешных отношений следующее. Что вы можете дать мужчине, как женщине? Что вы хотите ему дать? И готовы ли вы это давать, безусловно, и почему? Единственное правильное здесь ответ, это, потому что я хочу, чтобы мужчина был счастлив. Потому что я знаю, чего он хочет. Мужчина для вас в этом случае представляется носителем, опять-таки, собственной ценности. А не похожим на тот самый идеал, который вы себе придумали. Наверное, необходимо четко понимать, что может дать вам мужчина. Что вам нужно от мужчины? И, основываясь на реальном общении, понимать, что мужчина хочет вам дать. И готовы ли вы принять разницу между тем, что он вам дать может, и тем, что он хочет. Разница бывает достаточно ощутима. Если вы человека любите, то готовы, будете это принять. Если нет, то, соответственно, нет. И следующее, на что нужно обратить внимание, это на то, какое место отношения, какое положение в них вы хотели бы занять. То есть, лидирующая, равноправная, либо подчиненная. И почему, удобно ли вам там будет. Далее. Проработать свой внешний образ, имидж. Чтобы все-таки вы нравились сам себе по максимуму. Чтобы вы чувствовали себя максимально раскрытой в контексте своего образа. И тогда у вас при соблюдении всех вот этих вот моментов, условий, рекомендаций у вас будут все необходимые предпосылки для развития именно полноценных, не идеализированных излишних отношений. То есть, мужчин нужно воспринимать, да и вообще людей, как самостоятельных ценностей. А идеал лучше оставить в сторонке, как абстрактную ориентацию на некое, некое, некое такое вот, знаете, непогрешимое состояние отношений. Но идеал не стоит давать влиять на вашу жизнь в таком образе. Если он влияет, значит, над его приори нужно поработать. Приори явно не здоров. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует...